Всем привет дорогие друзья! За последний месяц на корейских серверах Lineage 2 было установлено несколько обновлений. Это изменение графики, добавление новой локации и переработка ПК-системы на мейне, а также изменение классов и реворг башни дерзости в межсерверную локацию на эссенсе. О наиболее значимых изменениях с разрешения Феллина и Дарсова, которые занимаются переводом патчноутов, я расскажу в этом видео, а подробные текстовые переводы вы сможете найти в их телеграм-каналах по ссылкам в описании. Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашешь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после возделенный лут, и наконец приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там все то же самое. Фанпэй поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. Фанпэй, никакой рутины, только фан. Наиболее заметным нововведением является обновление графики, которое стало кинематографичной за счет HDR эффектов и увеличения числа полигонов. К тому же были обновлены визуальные эффекты некоторых скиллов, изменено свечение и огонь. Блюра, на мой взгляд, слишком много и выглядит он неестественно. Также в игру перекочевала фишка с приближением камеры к персонажу из Lineage 2M. Нельзя сказать, что визуал игры прямо кардинально изменился, но тем не менее графика стала значительно более современной. И на самом деле вообще неожиданно, что NCSoft смогли снова выжать что-то из старого движка. Правда сам факт появления таких изменений все больше разрушает надежду на переход на новый движок. Поскольку обещанное давно изменение графики, получается, уже случилось, да и не очень логично было бы тратить усилия на переделку старого движка, если ведутся работы над новым. Но все равно будем надеяться. Следующим небольшим, но очень важным для нас нововведением была книга сказания героя на мейн-версии, состоящая из 200 страниц с небольшими сюжетными описаниями. Несмотря на то, что большая часть описанного является очень банальной, нам удалось подтвердить и дополнить некоторые факты, найденные Егором при подготовке к стримам по лору, да и вообще новые факты, которые до этого не раскрывались. Страницы книги мы переводили не так давно на стриме, а способы получения и статы этих сказаний вы можете найти у Дарсова. В последнем обновлении в обоих версиях было достаточно много нововведений. В игре сменился логин-скрин, правда связано ли это с сюжетом вообще не ясно. Далее поговорим сначала про мейн-версию. Там наконец появился всемирный обмен, позволяющий торговать между серверами. Старый аукцион при этом также остался. Всемирная торговля ведется за золотые монеты Эйнхасад, минимальная цена лота 10 монет, а максимальная 20 тысяч монет. Комиссия составляет 5% монет плюс 10 тысяч аден за каждую монету. Продавать можно обмундирование, артефакты, свитки, расходные материалы и даже адену. Скоро также добавятся предметы для коллекции. Многообещающий анонс с текстом пропадшего ангела Нарцисс на деле оказался переделкой ПК-системы. Теперь при использовании ряда массовых скиллов возле флагнутого персонажа игрок более не будет флагаться, а питомцев и игроков больше нельзя убить эффектами дающими рефлект. Но самое главное, что теперь игрок, набравший много ПК, отправляется в переделанную проклятую деревню, где не сможет выйти за ограждение в течение определенного времени и будет просто стоять и махать веером, либо выкупится за адену. При этом в релоге время не идет. Из деревни нельзя выйти или переместиться в другую локацию. Меня в деревню отправило после 30 ПК, однако возможно это совпадение, ведь судя по переводу Дарсова, локация имеет три стадия. Адажио, если в мире убито менее 35 персонажей, Анданте, если убито от 35 до 40 персонажей, Аллегра, если убито более 40 персонажей. Каждый раз, когда деревня меняет свое состояние, все персонажи, находящиеся в хаотическом статусе, отправляются в деревню. На первой стадии они проводят в ней 180 минут или выходят со штрафом в 280 миллионов адены. На второй стадии 240 минут плюс 108 лепестков лунного света или штраф в 500 миллионов адены. На третьей стадии 300 минут плюс 54 кристалла чистоты или штраф в 1 миллиард аден. В целом сама деревня по дизайну мне показалась максимально халтурной, будто сляпанной из имеющихся моделей и текстур админом какой-то Ява Фришки. Изменены временные зоны первобытный остров, остров душ и остров бурь. Теперь при входе в зону, первым делом вы попадаете в тамбур, в центре которого стоит NPC, рассказывающий какая зона для кого. Пройти в нужную зону 105, 110 или 115 уровня можно через портал. Остров душ переименован в музей пантеона. 105 плюс зона — это первая база острова душ, 110 плюс — вторая база острова душ и 115 плюс — разграбленные равнины. Первобытный остров переименован в лагерь Самоа. Зона для 105 плюс персонажей — первобытный остров. Для 110 плюс персонажей — болото криков, для 115 плюс — раскаленные топи. Остров бурь переименован в кристальную тюрьму Фиорена. Зона для 105 плюс персонажей — остров бурь, 110 плюс — кристальный остров, 115 плюс — остров аллигаторов. Изменения по классам. Войны тира, удар вечности — звуковая звезда, мощность скиллов увеличена, игнорирование защиты снижено. Напряжение силы добавляет 5% мощности умений. Лучники иура — скоростной выстрел, откат изменен с 5 до 3 секунд, игнорирование защиты снижено. Точечный удар — мощность скилла увеличена, игнорирование защиты снижено. Заступницы сайхи — у скиллов встречный ветер гравитации и удар клейма, мощность увеличена, игнорирование защиты снижено. Рыцарь смерти Сигиля. Изменений много — все их можно видеть на экране. Подробный анализ ребаланса классов можно найти у Экстериала по ссылке в описании. О других изменениях на мейне смотрите в телеграме у Дарсова. Ну а мы переходим к большому обновлению эссенса. На этой версии был открыт ПВЕ сервер. ПВП там недоступно с 0 часов понедельника по 20.00 пятницы и с 20.00 воскресенья до 0 часов воскресенья. При смене режима сервера с ПВП на ПВЕ происходит вибрация, две луны на небе исчезают, а фон меняется на обычный. При смене режима с ПВЕ на ПВП также происходит вибрация и появляются две луны на небе. Подробные настройки сервера можно посмотреть у Феллина. Также была добавлена межсерверная зона охоты Башня Дерзости для персонажей 80 уровня и выше. Каждый день происходит смена пар серверов, которые случайно выбираются в 6.30 утра. В 15.00 и 21.00 появляется босс на первом этаже Башни Дерзости, поочередно убивая боссов на каждом этаже вы доходите до Баюмы. Он кстати был визуально обновлен. Также интересно, что с последнего этажа башни виден какой-то дворец. Несмотря на то, что эссенс развивается не по лору, скорее всего это небесный дворец богов, до которого Баюм и пытался добраться, построив высокую башню. После убийства Баюма может появиться от нуля до четырех дополнительных боссов с некоторым шансом. В игру были добавлены новые оружия боссов. Древний меч Галаксии, Рапира Бриэля, Кастеты Анаиса и Парные мечи. Их статы можно видеть на экране. Основным нововведением стал реворг класса Апостол. Ему были добавлены новые умения. Четырехзвездное умение Crusader Transformation изучается на 76 уровне. Описание умения вы можете прочитать на экране нажав видео на паузу. Трехзвездочное умение отрицательных эффектов Уникальная печать урона. Изучается на 76 уровне. Описание умения также можно видеть на экране. Третье умение 2 звезды Fatal Smash. Изучается на 76 уровне. Удаляет умение Фатальный удар. Подробности на экране. Далее пассивное умение 3 звезды Эссенциальная энергия. Изучается на 80 уровне. Улучшает святой луч до эссенциального святого луча. Также улучшает фатальный удар до эссенциального фатального удара. Характеристики вы можете видеть на экране. Следующее это умение положительных эффектов Higher Attack. Изучается на 40 уровне. Его характеристики можно видеть на экране. Далее умение положительных эффектов Улучшить способности. Изучается на 76 уровне. Для изучения третьего уровня умений требуется 2 звездная книга заклинаний. Следующее умение это умение положительных эффектов Щит башни. Изучается на 80 уровне. Для изучения второго уровня умения на 85 уровне требуется 2 звездная книга заклинаний. Далее идет умение отрицательных эффектов Одна звезда Mount Sleep изучается на 85 уровне. При изучении удаляет умение усыпления. Пассивное умение Power of Int изучается на 76 уровне. В зависимости от параметра Int повышает следующие параметры. Их вы можете видеть на экране. Пассивное умение Boost Condition изучается на 76 уровне. При изучении удаляет умение увеличение хп и увеличение маны. Пассивное умение Quick Casting изучается на 76 уровне. При изучении удаляет умение быстрый повтор и быстрое чтение заклинаний. Объединены пассивные умения владения тяжелой броней и владения броней жреца в пассивное умение владения броней заклинателя. Статы вы можете видеть на экране. Объединены пассивные умения владения атакой жреца и владения восстановлением жреца в пассивное умение владения атакой заклинателя. На 76 уровне объединены пассивные умения физическое уклонение, физическая точность и уклонение от магии в пассивное умение проворное движение. Существующие умения изменились следующим образом. На экране приведены значения на максимальных уровнях умений. Список удаленных умений можно видеть на экране. Также большому ребалансу подверглись виртуоз и призрачный танцор. Пассивные умения владения мечом дробящим оружием, владения парными мечами, владения щитом, способность атаковать, владения оружием, достоинство владения шоком объединены в пассивные умения владения атакой барда. Пассивные умения владения тяжелой броней, способность защищаться, владение броней, честь, магическое сопротивление, отклонить стрелу объединены в пассивные умения владения броней барда. Пассивные умения экстренное спасение и фокусировка разума объединены в пассивные умения владения восстановлением барда. Добавлен эффект продолжительного восстановления МП у пятого уровня умения Гармония, которое накладывается при наличии нескольких песен танцев второго уровня. Изменение класса Виртуоз. Умение трансформации 4 звезды Амадеус. Изучается на 76 уровне. Улучшает умение Абсолютная защита до Абсолютная защита Барт. По сравнению с описанием обычного умения, убран текст, невозможно двигаться, соответственно, можно бегать в УД. Также улучшает умение Экстремальный темп. Его характеристики на разных уровнях также можно видеть на экране. Добавлен 4 уровень умения Безмолвная песня. Изучается на 85 уровне. Описание умения вы видите на экране. Пассивное умение 3 звезды Мьюзик Мастере. Изучается на 76 уровне. В зависимости от параметра сил применяются различные эффекты. Их вы можете видеть на экране. Умение отрицательных эффектов Тренировка. Изучается на 40 уровне. Учится до 92 уровня. Заменяет умение Отставание. Также были изменены некоторые умения. Их вы можете видеть на экране. Значения приведены на максимальном уровне умений. Изменение класса Призрачный танцор. Умение трансформации 4 звезды Фламенко. Изучается на 76 уровне. Оно улучшает умение Абсолютная защита, до Абсолютной защиты Барт. По сравнению с описанием обычного умения. Убран текст, невозможно двигаться. Соответственно также можно бегать в УД. Также улучшается умение Экстремальный темп. Его характеристики на разных уровнях можно видеть на экране. Добавлен 4 уровень умения Танец Медузы. Изучается на 85 уровне. Для изучения требуется 3 звездная книга заклинаний. Пассивное умение Дэнс Мастера. Изучается на 76 уровне. Для изучения требуется 3 звездная книга заклинаний. В зависимости от параметра сил применяются следующие эффекты. Их можно видеть на экране. Умение отрицательных эффектов Брейк. Изучается на 40 уровне. Учится до 92 уровня. Заменяет умение Слом мощи из глаз. Описание умения также находится перед вами. Изменены умения Танец Медузы, Безумный Вальс, Танец Отравления. Более подробные текстовые описания всех изменений можно найти в телеграм-канале Фейлина по ссылке в описании. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.